Ну что, друзья, давно я не снимал видео про инвестиции. Ну, почему? Потому что, во-первых, все грустно, конечно, инвестиции несколько упали. И, честно говоря, много из них заблокировано, я очень уверен, что все это пройдет, что разблокируется в конце концов, но изменений никаких не вносил. То есть, как-то бешено выводить деньги я не собираюсь, не планирую, они лежат, если они упали, то, значит, они когда-то вырастут, у меня такое отношение. Вот, и сейчас идет инфляция, вот что важно, и поэтому все равно стоит вопрос о сохранении денег. Надо сказать, что доходы мои сильно упали в связи с последними событиями, и поэтому сильно, особенно, и не вкладывал, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, с другой стороны, я пытаюсь наладить новый бизнес какой-то, новые источники доходов, потому что, ну, по крайней мере, доходы с Ютуба, они обвалились, ну, практически до нуля. Там 500 рублей в месяц вместо 500 долларов, грубо говоря. Вот, и поэтому надо искать какие-то другие источники доходов. Сейчас у меня снова вышло на первое место полиграфия, что меня не сильно радует, потому что она привязывает меня к месту. Вот, ну, я ищу источники доходов в интернете. И, ну, с одной стороны, и с другой стороны, ну, я помогаю людям переводить деньги за рубеж, и, ну, прежде всего, это, эти люди, это моя дочь, прежде всего, потому что, потому что я ей помогаю. Она студентка в Чехии, вы знаете, ну, и другим родителям тоже попутно помогаю в основном. И вы знаете, что в мае прошлого года я ездил в начале мая в Казахстан, там открыл счет в Каспи и использовал эту карточку для переводов. Она все работает, все хорошо, но, блин, очень высокий курс обмена. И вот недавно, в феврале месяце уже, три недели фактически мы прожили в Грузии, в том числе, ну, встречался с дочерью и в том числе тоже занимался вот организацией таких вещей банковских. И выяснил, что, смотрите, какая интересная ситуация. Ну, в связи с последними событиями очень сильно, вы знаете, вырос поток мигрантов из России. Ну, после объявления мобилизации это был просто какой-то вал, там по трое суток люди стояли, бросали машины в панике, это была паника. Вот, и то же самое было на границе в Казахстан, говорят, но я лично наблюдал это дело на границе с Грузией. Это было незабываемое зрелище, конечно, я как раз ехал из Грузии в Россию в этот момент, 25 сентября, и забыть это сложно. Вот, но, насколько я понимаю, большинство из тех людей, которые вот в панике бросились убегать от мобилизации, они вернулись, потому что, ну, надо сказать, что бежать от мобилизации за границу, это, в общем, ну, я считаю, что это не очень хорошая идея, потому что, ну, во-первых, от мобилизации можно скрыться и здесь, с успехом, как выясняется, в России, то есть не так это страшно, если уж боитесь мобилизации, а с другой стороны, если вы уехали, то будьте готовы к решениям, а к решениям многие не готовы, потому что многие уехали без денег, и я думаю, что многие из людей пожалели об этом решении. Надо сказать, что в последний раз, вот, когда я был в Грузии, то, значит, если идешь по проспекту Руставели, навстречу идет толпа, ну, наверное, больше половины из этой толпы разговаривают на русском языке. Кто они, русские или украинцы, я не берусь судить, я, так сказать, как бы отличий особых не вижу, если честно. Вот, там полно и украинцев, и русских, но я так понимаю, что в основном это русские. Вот, в основном это мужчины, которые все-таки скрываются от мобилизации, но это как раз те, которые остались, и те, у которых хватает денег. И к чему я это клоню? К тому, что вместе с потоком людей, которые выехали из России, они за собой потащили поток денег. Из России в Казахстан, из России в Узбекистан, в Армению, в Грузию, в Киргизию, в Таджикистан, прости господи. Вот, и по оценкам, поток денежный в эти страны из России вырос там в 7, 8, 9, 10 раз. Это вызвало, во-первых, укрепление местных валют, что важно, и, во-вторых, ну, резко повысило экономическую ситуацию в этих странах. Деньги туда, приходят деньги, и, скажем, в Армении вместо ожидаемых 2% роста ВВП, они обнаружили, что 12% роста ВВП. Ну, это малая база, может быть, и так далее. И, конечно же, вот этим странам, в которые прибывают мигранты из России, не бедные мигранты, умные мигранты, они, конечно, от этого выигрывают. И они стремятся, ну, уже и, в общем-то, их как-то задержать в своих странах и как-то использовать их потенциал. Это приводит к тому, что местные валюты начинают расти. Давайте посмотрим, вот в частности, смотрите, моя дочь сейчас находится в Чехии, вы знаете, и давайте посмотрим, вот сейчас вы видите чешскую крону к доллару. За, ну, вот это 23-й год, здесь 22-й год. Последнее время чешская крона к доллару растет. Вот, то есть, если выбирать, куда вкладывать, вот, ну, скажем, в ноябре месяце, вот здесь с ноября график. Ну, давайте посмотрим график, вот, ну, с ноября, да. Если выбирать, куда вкладывать, в доллар или в чешскую крону, то видно, что чешская крона сильно выгоднее, чем доллар США. Ну, а с моей точки зрения, например, да, то есть, надо побольше отправить денег дочери, потому что, если я позже их отправлю, то я буду отправлять их по более высокому курсу. Теперь давайте посмотрим вторую страну, то есть, первую из тех, которой я был, это казахстанский тенге. За тот же период, да, примерно, да, примерно тот же период, а здесь с августа месяца, посмотрите, казахстанский тенге к рублю очень сильно вырос. То есть, хранить деньги в казахстанском тенге, оказывается, тенге выгоднее, чем в российском рубле. А теперь посмотрите, еще одна валюта, вот, которая недавно, значит, здесь грузинский лари. Ну, здесь вообще просто равномерный рост. В связи с чем? В связи с тем, что российские рубли идут в Грузию, те русские, которые там находятся, в Грузии в данный момент, они их конвертируют в грузинский лари и грузинский лари к рублю. И, соответственно, грузинский лари в связи с этим растет. Ну, какие выводы отсюда следует делать? О том, что, ребята, ну, если у вас есть деньги наличные, то можно диверсифицировать, и мне кажется, это хорошая идея, диверсифицировать их по валютам даже таких стран, как, скажем, Казахстан и Грузия. Вот, что я хочу сказать сегодня в своем послании. И, на самом деле, есть еще один, так сказать, такой момент, очень тонкий, да? Ну, он тонкий, сразу могу сказать. Смотрите, сейчас Россия вступает, вот, ну, впервые за долгие годы уже, то есть мы привыкли, что у нас постоянный профицит бюджета в России, и сейчас мы вступаем в область дефицита государственного бюджета. Это существенно другая ситуация, и денег в бюджете будет не хватать. И откуда, откуда будут браться деньги на специальную военную операцию, там, на что-то еще, вот, остается гадать. Но, значит, есть предположение, что, ну, во-первых, за счет увеличения дефицита, это понятно. Второе. Сейчас Путин объявил, ну, о том, что создается, вот, в своем послании, создается специальный фонд для поддержки участников специальной военной операции. За счет кого этот будет фонд? Ну, он не сказал, он сказал, что нет никакой инфляции, это не эмиссионные деньги, значит, там, все классно, все зашибись. На самом деле, далеко не все зашибись. И этот фонд, судя по всему, будет формироваться за счет добровольных взносов от бизнеса. И сейчас с бизнесом очень горячо обсуждается эта тема, в каком объеме бизнес будет это дело формировать. Но, какие еще варианты я предполагаю? Я предполагаю, что, скорее всего, не стоит ожидать повышения зарплат бюджетникам, кроме участников СВО. Не стоит ожидать, во-первых. Во-вторых, значит, смотрите, будут выпущены облигации, скорее всего, на оборону, то есть, как бы государство начнет брать в долг у людей. И есть еще один резерв, это, грубо говоря, сбережение населения. То есть, как бы все это не начали, ну, прижимать. Вы знаете, традиционно государство у нас, в общем, сказать, может залезть в кошельки. Те, кто жил в 90-е годы, они это хорошо помнят. Вот. Ну, каким образом осуществляется залезание государства в кошельки граждан? Ну, просто блокировка счетов. Скажем, банки ограничивают выдачу, ну, по крайней мере, крупных сумм для начала. Говорят, ну, денег нет, надо заказывать заранее и так далее. И, в общем, сказать, вроде у тебя деньги есть, а ты их не можешь забрать. Этого не происходит в ближайшее время. Вот. И я думаю, что это не будет, но, как бы, вот, то, что было в 90-е годы. А потом, значит, у нас люди еще пугаются, какая-то деноминация там, ну, этого тоже не будет пока еще. То есть, до этого далеко, совсем далеко, просто как до Луны. Вот. Но, вот, что я думаю, что будет, так это будет инфляция и ослабление рубля. В чем заключается инфляция? Ну, инфляция и девальвация, это примерно вот одно и то же. Это, значит, потеря покупательной способности валюты национальной. Это вот то, что мы наблюдаем прямо сейчас. Посмотрите, то есть, рубль падает и относительно грузинского лари, и относительно казахского тенге, и относительно доллара, естественно, и надо куда-то вкладываться, куда вкладываться. Ну, лично я вложился, грубо говоря, в грузинский лари, в чирские кроны. И, ну, они еще участвуют там у меня в обмене. То есть, это все вот такое вот плавающее. И куда еще я вложился, так это золото. Это то, что доступно нам всем. Золото в последнее время очень резко выросло. Вот я сейчас покажу вам график в другом масштабе немножечко. Вот оно. Вот. Золото начало расти с того же ноября прошлого года. Выросло очень сильно. С 1620 долларов за унцию в долларах. В долларах. До 1960. Сейчас оно упало. И куда оно пойдет дальше? Ну, неизвестно. Но золото это и есть золото. Это комодитис. Золото и нефть это то, что можно пощупать. Это нечто твердое. Поэтому, как альтернативу, можно вложиться в золото, на мой взгляд. Ну, а если вы хотите как бы в рублях все-таки и никуда больше, то мой вам совет это облигации. Причем облигации долгосрочные. Ну, а об облигациях можно говорить долго. Я не буду говорить об облигациях. Давайте посмотрим сейчас на доллар. Доллар, ну, тоже все это время укреплялся по отношению к корзине остальных валют. Потом он упал. Сейчас идет некоторое укрепление. Но я думаю, что он где-то здесь и останется. Потому что в Америке очень высокая инфляция тоже. И очень большой рост цен. ФРС пытается остановить и так далее. То есть основная, как бы, позиция здесь, ну, на ослабление доллара все-таки. Потому что есть инфляция, которую они пытаются остановить. Вот. Ну, как вы понимаете, доллар в России сейчас уже, в общем, совершенно не актуален. Потому что, ну, наличными его не вывести. Купить можно, продать сложно. В общем, хождение доллара внутри России вообще сводится к нулю. То есть дедоларизация идет полным путем. И доллары, наличные нужны разве что тем, кто выезжает. Больше никому, наверное. Вот. Но есть альтернатива. Это китайский юань, который уже начинает завоевывать вполне себе позиции. И вполне себе держится стабильно к доллару. Поэтому, если вы хотите в валюте, то, может быть, стоит рассмотреть юань. Ну, опять же, я, как уже сказал, вот он. Грузинский Лари. Ну, был скачок понятный там в начале марта. Вот. Когда вся специальная военная операция только начиналась. Ну, а потом сейчас вот такой рост в связи с потоком граждан России и денежным потоком вслед за ними в сторону Грузии. Еще раз, казахстанские тенге в последнее время укрепляются. И чешская крона, вот сейчас в этом масштабе, уже посмотрим, тоже пошла хорошо укрепляться, начиная с сентября-ноября. Вот такая история. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, если нужна помощь, как перевести деньги, скажем, в тенге или в грузинский Лари. Обращайтесь, я помогу. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Деменков Юрий. С вами был Деменков Юрий.